Группный план Мы начинаем маматов Маматов с своей мандрой Да Ну мандра у меня одна, это вятич И процитая родного края Конечно Ну позволь, несмотря на такой оптимизм Все-таки начну с печальной новости Сегодня прочитал как раз С утра власти Германии Сомневаются в возможности проведения Ежегодного фестиваля пива Безалкогольного добавлю Октоберфест Всему причиной пандемии Ковид-19, об этом заявил обербургомистр Мюнхена Диттер Райтер Ну конкретное решение в мае будет приниматься Мы тоже не знаем, проведем ли мы шествие Это неизвестно Сегодня с утра как раз Здравая мысль появилась о том, чтобы Телегу, запряженную лошадью Пустить по улицам города Кирова Чтобы она возила по пятницам Пиво безалкогольное, разумеется Ну скажем, в пивной дворик Мне нравится эта идея Пока нет шествия Октоберферсовского Ну вообще нет шествия Непонятная ситуация с масками и прочим Остальной этой тряхомой идеей А что, непонятно Все продолжается, маски нужно носить Социальную дистанцию соблюдать В случайные связи не вступать Все равно у нас на дворе Практически май Владимир Владимирович Путин Президент Российской Федерации Назначил у нас счастье Любимую жену Счастье он дал, счастье Ну что ты, какая же у нас С первого по десятого мы отдыхаем Вятич не будет работать с первого по десятого Вятич не может не работать Ваводь, это непрерывное производство Не, просто я читаю на сайте Компании вакцинации ведь на предприятии Вакцинации нет Успеть, успеть привить Успеть привить Успеть привить До майских праздников, видимо Чтобы все с легкими сердцами ушли На отдых на майские шашлыки жарить Все на отдых на Вятич не уведут Потому что нельзя остановить производство Ну безусловно Да Это процедура бесконечная Процессы запущены, за ними нужно следить Да Ясно Я, кстати, посмотрел еще на сайте Вятича Информацию, которую ты не озвучивал в нашем эфире Ведь участие в продэкспо было Да Да И довольно успешное, насколько я понял Там я видел давнего друга и почитателя нашего пива Александра Иджона, который здесь Ну Иджон, да Да, эксперт, да Эксперт, который здесь у нас был И в студии, кстати, нашей, я тоже помню, был И я, кстати, там увидел в кадре Карл Шнайдер Оказывается, этот напиток уже существует Я не знал, честно говоря Молодец Нет, это одно из попыток выпуска под маркой Карл Шнайдер Но это не так привязано к образу Шнайдера, как мне бы хотелось, на самом деле Посмотрим, как у нас будет вместе с постановкой памятника Поглядим То есть это все вот тогда будет большая презентация Намечена как раз на осень Я думаю, что у нас все совпадет Если нам даже не разрешат шествие Это, по крайней мере, открытие памятника нам разрешат А выпуск нового сонта А что, кто должен разрешать? Вы же на территории завода ставите Нет, это все понятно Скопление массовой людей А, ты имеешь в виду эти ограничения Конечно Я-то почему-то подумал на нашу городскую управу Мол, от нее будете ждать какого-то разрешения Какое здесь разрешение, если территория ваша? Вот мне пишут, как раз шествие нам запретили Подсказывают Ну вот так вот Я помню, что июнь Реальность устроена просто У нас будет что-то, будет сентябрь-октябрь Будем смотреть, что Сейчас у нас май, мир, труд И вот как раз по поводу всей нашей ситуации в целом Я тебе писал Не так давно, буквально вернувшись из Питера Я прилетел на той неделе Я еду с аэропорта И таксист меня не узнал Из нашего аэропорта? Да, естественно Победил И таксист мне ясным Когда разговор зашел о пиве Безалкогольным, разумеется Как это так интересно С таксистом разговор Зашел именно о каком? Да элементарно Я говорю, давай заедем по дороге Я себе куплю пиво Безалкогольного, разумеется Мы на родину летим, да? Да-да Я на родину прилетел Ну, кстати, да Надо срочно вкусить Я думаю, что вятка у меня как раз Вот она неразрывно будет и связана То есть пиво и вятка Вятка и пиво Безалкогольное, да, конечно Так вот таксист с огромным удивлением Удовольствием я услышал наконец Что я что, а вятич, оно свежее Я вот думаю А это все-таки в результате наших с тобой передач возникла тема Но мы скромные люди Да, мы не будем так уж Вот, честно говоря, хотеться на это Хотелось бы крайне Но где-то, да, есть такая теплица надежды Крайне бы хотелось Не зря стараемся Потому что, ну, потихонечку, медленно Не спеша В головы, в умы В речь наших людей Проникает мысль о том Что в прошлом году Мне один очень интересный человек Сказал В процессе дружеского застолья Что он только вяч Это же премиум продукт для Кировской области По сути-то Человек был ни один, ни два раза в Европе Знает, что такое немецкое пивоварение И так далее, и так далее Суть в том, что мы предлагаем людям Высококачественный продукт Из натурального сырья Сделанный по классической немецкой технологии Все Сделанный на европейском заводе по уровню Вот сейчас буквально Я смотрел полчаса назад 20 минут назад Фотографии того завода Который Никай Витальевич Курагин Получил в управление в 90-е каком-то году В начале, да? В первой половине, насколько помню Я не буду озвучивать сумму За которую американцы предлагали завод купить Вот под пиво Клинское как раз Было такое Это было уже в 2000-е? Нет, это было в 98-е, 99-е Вот эти годы, да Рубежка Миллениум Эта сумма была чрезвычайно смешна Чрезвычайно просто И разница между фотографиями Ну, надо будет их опубликовать Я уверен, что их надо опубликовать Безусловно, надо же помнить, что за 120-летие грядет Надо какой-то архив создавать Общедоступный И получится следующее То есть вот на одной стороне, на левой у нас Как обычно это делается На левой стороне у нас изображено То, что из себя представлял Вятич А на правой то, чем он является сейчас Это два мира, два детства абсолютно То есть количество денег, усилий, времени Которое было вложено в модернизацию завода Вот как раз недавно совсем я говорил о том Трагическое на самом судьбе товарища Шнейдера Почему? Потому что действительно человек был лишен всего То есть 10 лет с 903 по 914, ну 11 практически Этот немецкий подданный мало того, что создал завод Ступенька за ступенькой он карабкался вверх Пивные лавки, рестораны, торговля с Европой Дрожжи ко двору, поставщик двора его императорского Караваны судов, Берлин, Лондон, Париж Он отправлял продукцию туда Он начал выходить уже на мировой рынок на самом деле То есть представляешь себе, 11 лет не покладая рук Этот немец создавал Со свойственным бюргеровым усилением Он это все создавал А в 1914 его объявили нежелательным лицом Потому что он интернировали фактически Ну кто знает, как говорится Просто человек жил вот в такую историческую эпоху Да, и в 1918 году он в биографии написал Да, у меня было практически все И всего меня лишили То есть все, что было мною создано Все отобрано Все пропало Прости, дорогая, родная Россия Практически я из тебя уезжаю Потому что делать мне здесь больше нечего Ему повезло, он как бы успел уехать на самом деле Вот И мы фактически в той же ситуации Вот действительно в той же ситуации То есть мы делаем продукт абсолютно идентичный тому Что завещал нам великий Шнедер За исключением, естественно, новейших технологий За исключением оборудования За исключением уровня качества Но смысл абсолютно тот же самый Завоженный Шнедер Прости, я еще перебью Мне кажется, это проиллюстрирует ситуацию С твоих же слов ты рассказывал Я доверяю этому Ты вот сказал, да, картинке Что было в начале 90-х и 90-х И что сейчас Ведь есть примеры в России, где Намного меньше, что изменилось Да Я такие примеры видел Есть заводы местные Где вот это советское прошлое Вот они, в принципе, там и остались Да Да, есть ли такие примеры Таких примеров, а вот гигантское количество Большинство, можно сказать Большинство Вот тут мы перегнем палку Не будем брать на себя Потому что, как говорится Я не могу за всю Одессу За всю экономику сказать Что она вот так, так, так Устроена под цифрами И фактами я не могу Я точно совершенно знаю От директоров заводов Машиностроительных, в частности Я точно совершенно знаю В каком состоянии находится Допустим, станкостроение в России Я точно знаю Как устроены заводы Которые выпускают оборонную технику Я имею в виду не начинку Ни в коем случае Там гостайны и все остальное Я имею в виду станки На которых они работают Они работают на советских станках 50-х, 60-х, 70-х годов максимум То есть, это техническое оборудование Гигантская проблема Вот на вятиче она решена То есть, мы делаем великолепную вещь Это европейского качества Продукт Помнишь, я тебе приносил Данные сравнительного анализа Ну, все слушатели нас У нас тоже, уверен, помнят Сохранилось это в архиве Можно пересмотреть, переслушать То есть, по качеству По качеству Мы совершенно находимся Вровень с хорошим Мюнхенским продуктом Вровень То есть, ты их спутаешь Если налить в два стакана Ты их спутаешь реально Так вот Дальше возникает вопрос Почему наши люди Таки продолжают Брать вот это Ну, вот Хорошо, я допускаю Что у нас Имущественное рассвоение Общества Оно очень неравномерно Оно вечно проблемно Там уже много говорит Но есть Я просто могу сказать Богатые богатеют Бедные беднее Это всегда Володь, это всегда так было Потому что деньги к деньгам Это аксиома И она никогда не изменится Да, я согласен Но Да, у нас есть Какая-то группа людей Группа товарищей, скажем так Которые в любых условиях Всегда купят Самое дешевое Просто самое дешевое Потому что у них Вот это все На что им хватает денег Ну, может быть, их 5 Может быть, 10% Я не знаю Допускаю То есть С ними Их убеждать В том, что Вот это Вредно для здоровья Или это Не приносит удовольствия Или это Суррогат Бесполезно То есть В принципе Бесполезно Потому что Человек будет Ну, если ты считаешь Мелочь в кармане 22 или 27 рублей Вот эта разница Для тебя Значима Ну, качество Карл Шнедер Немецкие традиции Европейское оборудование Контроль качества Природное сырье Все это будет Поразнесено в Туне То есть Не дойдет до человека Никак Но Это 5 Максимум 10% Остальные Граждане Товарищи Дорогие Вы что делаете-то А? Вот Зачем Вот мы Напрягаемся Там Эти сорта Это Играет Классическая музыка Там Мучаемся С хмелем Лучше купить Лучше не купить Ну, блин Солод мы везем Откуда Дрожжи летят От Мюнхена Да замечательно Все прекрасно Мы находимся Мы работаем Как работает Какая-нибудь Баварская Пивоваренная Компания Так же Вот по тем же Принципам На том же сырье Все то же самое И наши хлопцы Берут Лит Какое-то Лит Самое Акционное Там 35 Дешево И вот Этикетка хорошая И все Я понял Надо всем куда-то уехать На время Вот ты же сказал Из Питера Возвращался Из аэропорта Надо всем уехать На какой-то промежуток Время не побыть Там Пожить А потом вернуться И может быть Тогда потянет На родное Местное Ветич Безалкогольное Ты понимаешь Это конечно идеально Выселить куда-то 570 тысяч Сколько нас там Ну по официальным подсчетам 520-530 520-530 Но какое-то время Пожить в стороне Там где-то В другом краю Где желательно Желательно Где нет Своего пивоварения Вот это будет Совсем хорошо Слушай Ответь мне еще На один вопрос Как глава семейства Я захожу Практически каждый день В продуктовый магазин Покупаю продукты Все мы прекрасно знаем Насколько цены поднялись За последнее время Хоть там и уверяет У нас Наше правительство Что у нас Официальный уровень Инфляции Он не преодолен Знаешь я вчера Хотя в разы больше Я вчера От своей жены Узнал Ну она работает В мостотрёде Вот я узнал Что им пришли Новые расценки На металлопрокат 24-27 процентов Роста Да На четверть Да Это металл Они реагируют всегда Металлопроизводители Всегда реагируют Так вот В чем вопрос-то Цены Очень выросли И они продолжают Расти за последнее время Но я хожу смотрю Вот этот суррогат Как мы его называем И не меняется Не меняется Чёрт возьми Ответь мне на этот вопрос За счёт чего Ну ещё раз Хорошо Ликбез Абсолютный ликбез За последние Несколько лет В связи Несмотря на Вздорожание Всего сырья Солод Дорожает Дрожжи Дорожают Хмель Дорожает Дорожает Всё абсолютно Включая электроэнергию Всё Стоимость суррогатов Не меняется У тебя как Не надо быть Семи пядей во лбу Чтобы не заметить Чтобы понять Что ребят Здесь что-то не так То есть Видимо Где-то вас В чём-то Дурят Банально Совершенно Дурят Очень простая вещь Ещё раз Вот я люблю Это понимание Потому что Оно более-менее Доступно любому То есть Есть крупные компании У которых есть акции И основная трясучка Возня между Менеджерами этой компании Руководством Советом директоров Возникает Из-за того Что акции стоят Больше Или меньше Не потребители Удовлетворённых Не традиции Соблюдены А просто Стоимость акций На бирже И Для Вот всех этих Компаний Санненбива Хайник Карлсберга Которым Принвижит Балтика И так далее Для них Вопрос один Удерживаем Модуль рынка Или нет Несколько лет После того Как кто-то Что-то В прямом Открытом источнике Рассказал о том Что с Балтикой Что-то не то И акции Балтики На бирже Просели Вот это Был для них Аргумент И шок Реально А все остальное Там Что и где И как И особо Не волнует Вот смотри Еще раз Весь суррогат Весь шерпотреб Он делается По одному Простому принципу Вот как Когда наши Эскимосы До конца Это поймут Блин Вот будет Счастье Ей-богу То есть Делается По простому принципу Берется Сироп Ребят Задача Любого капиталиста Развитого Капиталиста У которого Акции крутятся Обеспечить прибыль Как обеспечить прибыль Сделать сироп Он самый простой Он самый надежный Его можно транспортировать Его проще В отношении Кока-Кол И Пепси-Кол Вот всей этой Сладкой газировки Которую так Тяжело Последнее время Переношу Я имею ввиду Моральную Потому что ценник На нее завышен В разы на самом деле Так вот Там сироп Ты привозишь Ты его водичкой Разбавил Газку добавил Наполнил Улики с газом Добавил Все У тебя получилось Прекрасное Которое все так любят И которое так Вредно для Поджелудочной железы Окей Они В общем-то Сделали То же самое Но в отношении Пива-варения То есть Отрасли Где нету Сиропа Никакого Где есть Живое Брожение Всегда Вот разница Между квасом Между пивом И вот этими Газировками В том что В одном случае У тебя продукт Брожения В другом случае У тебя не Вещь что Разбавленная Водой Так вот Они пытаются Привести пивоварение К того же Знаменателю Это уже не Пивоварение Благодаря ферментам Всему остальному Они делают Сироп Разводят Его Газируют Разливают Баночки Называют Это пиво Безалкогольное Конечно Но это не Пиво безалкогольное Конечно А в общем-то Хрен знает Что Вот когда Наши люди Наконец-то Поймут Пока мы на этой земле Пока все хорошо Вроде как мы Вот пока у них Есть этот вещь Вот я оручаюсь Что если вдруг Завод исчезнет С горизонта Ну Баваль Маваль Даже загадывается Полагается Не хочется Ну Судьба Шнейдера Показывает нам Что все возможно В этой жизни Вот Если завод Исчезнет С горизонта Я уверен Что пройдет Года Два Три Максимум И мы услышим Во всех Публичных местах Массу Просто массу Возгласов На тему На кого ж ты Нас покинул Вот как Последний Фордпост Вот было-то Какое Было-то Не сравнить С тем Что приводит Вот стопудово Совершенно Миллион Возникнет голосов На тему того Что не сравнить Да вот раньше-то Навядче-то варили Ой Так я же говорю Это продолжение мысли О том Что всем нужно Куда-то уехать То есть надо сначала Лишиться этого А потом прочувствовать И почувствовать Каково было Не хочу углубляться В тему Но причина Это конечно В том Что порвалась Связь С времен Как говорил Шекспир Это конечно Революция Когда старая Структура Общества Разрушена Связи между Классами Между людьми Разрушены Новое Создано Но оно Создано Это абсолютный Гомункул То есть Нежизнеспособная Конструкция На самом деле Сейчас говорят Почему Советский Союз погиб Ребята Он был Нежизнеспособный Изначально Просто Вот именно Поэтому Он не мог Прожить Долго Но многие Считают Экспериментом Таким Поставленным В разных смыслах Если бы было Научное Попробовали Если бы Было научное И если бы Был эксперимент Попробовали бы На ушах Понимаешь Не на люди Ладно Ну кстати Вернемся к нашим баранам Надо уточнить То о чем ты сейчас говорил Процесс изготовления Этого суррогата Мы уточняли Неоднократно Что это Относится Не ко всему рынку Привозному Все таки Есть продукт Достойный Но это уже Другая ценовая категория Я могу совершенно Точно тебе сказать В связи С поднятием цен Дамы и господа Более-менее Подчеркиваю Более-менее Опять же Надо навсегда Запомнить Следующую вещь Пиво Безалкогольное Разумеется Это продукт Скоропорчасти Как молоко И этот продукт Не любит Перевозок Не любит 500 километров Да Ты можешь еще Провести его Ну вот До Москвы Мы еще можем Довести Шансы есть Недалеко А кстати Я в этом ролике Который опубликован На сайте Компании Веч Я увидел Там Господа эксперты Они немножко Что-то попеняли Мол Почему такой короткий Срок годности Сделали у зеленого И у красного 31 безалкогольное Разумеется Бол Типа до Москвы Довезли бы Чтоб наш народ Тут попробовал И потом Представитель Вятич Там уточнил Что есть на самом деле Точка Или несколько точек В столице Есть Прям в розлив Это все продается Скажу даже больше В мае Ты покупаешь Кружку безалкогольное Пиво Ее нет Я о ней Я о ней Ничего не знаю Предполагаю Что если цены Вот я знаю Что ценники На сахар Там доходят До анекдота Потому что В магазине Продажная цена В магазине Розничная 45 час 46 примерно Оптовая 49 Как такое Может быть Здравствуйте Мы же привыкли Что крупные партии Стоят дешевле Здравствуй Российская экономика Здравствуй Логика Здравствуй Попытка Ручного регулирования Процессов Здравствуй Попытка Не попытка А отсутствие Системного мышления Здравствуй Наем Непрофессионалов На рабочие места Мы хлебаем Полной ложкой То Что запустили На самом деле В 90-х То есть Когда люди Попадали На какие-то Руководящие Должности Нихрена Не понимая В том Что им поручено И это было нормально Потому что он лоялен И это продолжалось Прекрасно Великолепно И выросло И вот то Что выросло Мы имеем Это гнусная Грязная политика Мы ее касаться Не будем Мы скромные Совершенно пивовары Но так или иначе Нельзя сбрасывать Со счетов Колебания курса валют Все-таки Правильно Понимаю За валюту Уже покупаются Ингредиенты Некоторые Солод Хмель Которые покупаются В Германии Да К величайшему Несчастью Да То есть Какая Какой-то Дело в том Что да У нас много Курского совода Его большинство На самом деле Курский Мы имеем ввиду В Курской области Прямо изготовленные Ту же ценовую Непонятно Непонятно Валюту Валюту Просто идеально Небольшая реклама Окончательный призыв Ты мне напомнишь Будет кончаться время У нас И я как раз Выдам Маленькую Тронную речь Потому что У меня есть Приятная новость Для Коровчана И в конце Сколько минут У тебя отсечу 30 секунд Хорошо Хорошо Ну минуту Хорошо Давай Продолжим Про больную Эту намазуленную Тему Торговые сети В отношении с торговыми сетями А мы начали Вот с тобой Про онлайн Да Торговые Да Вообще Шикарная вещь Дело в том Что приложение Вятич О котором Долго говорили Большевики В частности Я Я помню Ты вообще Обещал Чуть ли не летом Этого года Я уже становлюсь Все более Прагматичным Приземленным Примитивным Слабо организованным В нем Мыслительным Человеком Поэтому я понимаю Что любое Предложение Любое начинание Как бы оно Хорошо не было Это годы работы Вот сейчас Слава богу Решение по поводу Создания приложения Принято И понятно Что это приложение Будет на уровне Приложения Макдональдса Или Ну Макдональдс Я не понимаю О чем я говорю Что значит На уровне Приложения Макдональдса Действительно Оно сделано Практически Идеально Как и Сабвей Кстати Я никогда не пользовался Попробуй Ты можешь выбрать Продукты Переместить их В корзину Посмотреть Какое-то Собрать заказ Обисать доставку За основу Будет взят Именно Вот этот Продукт Программ Но самое главное Благодаря Онлайн Торговле Ты во-первых Избегаешь Вот этих Наценок Торговых сетей Вот Кстати Это здравое Рассуждение Давай сразу Арашем Количеством Процентов Которые Может составлять Эта наценка Человека Наша Когда К полке Магазина Пойдет Вот Эскимос Обычный Подойдет К полке Он должен Одно понимать Что на нем Зарабатывают Деньги Вот как Зарабатывают Это 50% В среднем Ну Некоторые Берут Поменьше Там 35-40 По-божески 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 35-40 Вот Меня удивляет Знаешь К примеру Пожилые Покупатели Бабушки Которые Удивляются Что тут Вроде когда И что там Другая инфраструктура Это же бесплатно Они там набирают Ну как вы не поймете Что это все Включено В цену товара Вы за это платите Ничего бесплатного В магазине Нету Нету Помнишь Мы с тобой говорили Как-то о фантастических Фразах Типа Ломаем цены Пополам Да Ну учитывая Что за эту ломку цен Платит не торговец Платит Платит Производитель Никогда Не платит Торговец Это не щедроты Там Магнитов пятерочек Метра Там еще что-то Это не они ломают Цены пополам Это производителя Беднягу Нагибают так Что он вынужден Их ломать Вот и вся конструкция Надо очень хорошо Чтобы не испортить Замотношения В том числе Надо очень хорошо Понимать Как работает В целом Ритейл Так вот Ритейл Накидывает На стоимость Нашей продукции 35-80% В перекрестке 80% Например Московские магазины Под 80% То же самое Как только У нас появляется Онлайн Ребята Ребята Мы эту строку Исключаем Мы просто Они нам просто Становятся Не нужны Нам это Становится Слабо Интересно То есть Автоматически Это хорошо Нам И хорошо Потребителю И категорически Не хорошо Для торговых сетей Вот и объяснение Почему проект Гуляет от Минфина К Минэкономразвития Потому что Это еще и политика Это деньги Это деньги За политикой Стоит Естественно Финансовый вопрос Авторитет Власти Деньги Они конечно Конвертируются Взаимно В разных Обществах В разных пропорциях Разными способами Но это не одно и то же В данном случае Это не политика Это просто деньги Денежные интересы Определенных людей Мешают этому Все Общественного влияния Так сказать Мы не имеем На этот вопрос Потому что Наши люди Будут голосовать Не так давно ведь Голосовали за Пятисоточников Да Вот это 500 рублей Платили Слушай Уже 10 лет Почти прошло Серьезно Слушай Я старый Старый Какой-то древний Ужасно Ну мне запомнился Этот эпизод Как один из самых Отвратительных элементов Оболванивания То есть Человек продает Перворотца За чечевитную похлебку За 500 рублей И у него даже Мысли нет о том Что он продает Ну ладно Хорошо Вот То же самое То же самое С нашим продуктом И с суррогатом То же самое Да Он получает Гешефт В плане там Экономии какой-то Ну потом Ему это здоровье Пролетит так Что мама не говорит Он этого не понимает По поводу Подожди еще На оценке Я уточню Вообще без разговоров Без обсуждения Какую Выкатывают Какие требования Выкатывают торговые сети Все Их надо принимать Ничего больше Нигде не подкорректировать Не подправить Что-то Или что-то обсуждение Не по жизни Пожалуйста Тогда бы Один продаж Ни в каком виде Был не нужен В принципе То есть тебе приходит Готовая заявка Торговые сети Нет Так не бывает Начинается Естественно Переговоры По поводу цены По поводу бонуса По поводу Цены от прайса Сколько мы скинем И так далее И так далее И так далее И так далее Наше участие В маркетинговых акциях Наши проплаты За выкладку И так далее И так далее И так далее Торговая сеть Зарабатывает Всеми возможными способами Но основная суть В том Что торговая сеть В реальности Зарабатывает 50-60% От стоимости товара В любом случае Вот единственное Исключение Кстати По двум показателям Это красное и белое Которое мы вообще Ненавидели достаточно долго Вот красное и белое Минимальная наценка На товар И Минимальная это сколько По-моему 25 Это очень немного Плюс четвертинка Ну это Это не просто По-боже Это как считаю Хорошо Вот И второй момент Отсутствие кадровой текучки Я знаю Что там То есть с одними И теми же людьми Общаешься В процессе За воровство Коррупцию И с большими проблемами Люди из магнитов Пятерочек Ашанов Французских Сети Там все Метро Люди вылетают Оттуда Меняются Есть постоянная Ротация С российским воровством Пока в магните Прямо сказали На селекторном совещании Как-то Ничего не можем Пока сделать Воруют собаки Вот Значит А вот Красное и белое Почему-то нет То есть Выстроили Такую Систему Да Да Но Торговые сети Это Ну как сказать Вот как ты сидишь На допросе Да И тебе никуда Не деться То есть Предъявляют 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 Ты обязан отвечать Вот Вяч пока Эту оборону держит Ну В результате Вот этого Бодания с торговыми сетями Нас на полках и нет Потому что Говорят Ну хорошо Ребята Продайте нам За эту цену Мы говорим Хлопцы Мы делаем Из натурального сырья Вообще Мы закупаем Хмель За валюту Вообще И дрожжи Мы закупаем За валюту Вообще И все оборудование У нас Куплено За валюту Вы понимаете Сколько это стоит Да Во сколько Это нам обходится Мы не можем Продавать Этот продукт Дешевле Это локал бренд Это как вино Безалкогольное Разумеется В какой-нибудь Италии Испании Вот есть местность Где оно делается И за пределами Этой местности Ну как бы Непонятно Есть сыр Который делается В этой местности В этой местности Он не делается В соседней И так везде Вот эти регионы В которых Какое-то Локал Развивается Отлично Мы хотим Чувствовать себя Хотим быть такими Вот и Чтобы нас Вы понимали Точно так же Для Кировской области Вот есть Это производство Для Кировской области Оно абсолютно Уникальное Оно визитная Карточка региона И тут Как бы Вот я Чего поймал На мысль Что мы Это Ну мало того Ладно Мы не стоим На полках Торговых сетей Которые нас Пытаются нагнуть И продавали Ниже себе Стойки Ребят Это не к нам Это вот К этим пивным Гигантам Карсбергу Там Сананбел Вот Они тебе продадут Дешевле Себестойки Потому что Им важен Объем рынка Им не важна Прибыль Они уже 5 или 6 лет Идут с прибылью Каждая из этих компаний Они теряют в год Сотни миллионов Ну Мы В минус Не хотим Ну при этом Они расползаются 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 И своими Нет Они уже расползлись Щупальцами накрывают Все новые территории Нет Они идут в тандеме С торговыми сетями Для которых Выгодно Удобно Хорошо Торговать Как раз Дешевкой Вот этой И Ну Пассажиропоток Увеличивается Количество покупателей Увеличивается Товар ходовой Вроде Дешевый Все здорово Замечательно Что это приносит людям Насколько это Портит Саму культуру Потребления Само представление Ведь Часто очень молодые люди Особенно Они не понимают Разницами Ну хорошо Сейчас Ладно Начали появляться Какие-то ребята Которые Ну хоть Как-то ориентируются Но огромное количество Людей не понимают Разницы между тем Что он купил Там за 29 рублей И нормальным Ну просто не понимают Обещанные 30-40 секунд Досад Дорогие кировчане Итак Мир Труд Май Не успели мы сказать о том Сколько налогов Платит вязечь Но зато поживаем Мы вернемся еще Вернемся Зато мы успеем поживать Вы едете на выходные Праздники Веселья и счастья До следующей недели Только на следующей неделе Наверное мы как-то Выйдем в эфир Правильно Уже будет праздничная неделя Вот до этой недели Вы собираетесь Обрадую вас Радостной вещью Вятский квас Появился в магазинах Красное и белое Наконец-то он там есть Ругали-ругали Сейчас снова В понедель Сами все сделали Без помощи Правительства Того-сего Другого-третьего Ребят Вятский квас В красном и белом Затаривайтесь Ну и все остальные продукции Вяч Лучше все берите у завода Там скидки Ура С очередной победой Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Вятич На этом прощаемся на неделю Всего доброго До свидания Всего доброго Крупный план